в телеграме так доброе утро доброе утро прекрасное швадское утро 10 швада сегодня 1 февраля и мы продолжаем изучать недельную главу сегодня один из самых известных отрывков в недельной главе значит вообще в торе потому что вот этот отрывок который мы сегодня будем читать называется шершильям песни песня моря до песнь моря и и читают каждое утро в молитве утренней молитве в подготовке к молитве есть такая молитва состоит из четырех частей у двиня молитва состоит из четырех частей первая часть это подготовка от молитвы псу кэда земра отрывки песен и отрывки они да там собраны отрывки разные из псалмов Давида и есть благословение в начале Барук Шамар благословит тот, кто сказал и сотворился мир и в конце Иштабак Шамхолят Малкену чтобы прославлялось имя твое всегда, царь наш это как бы вступительная часть разминка можно назвать, да, по-простому Псухель Зимра, это ты входишь в состояние, когда ты готов молиться потом идет два благословения перед Шма-Исраэль вторая часть и Шма-Исраэль, Шма-Исраэль это такая декларация, которую каждый день два раза надо себе напоминать и в утренней молитве мы это делаем первый раз Шма-Исраэль, слушай Израиль Бог Всесильный наш, Бог один, да то есть это ты себе напоминаешь так с утра Шма-Исраэль, слушай Исраэль то есть ты себе напоминаешь что ты, во-первых, Исраэль, да, что у тебя у тебя есть связь со Всевышним, и что ты в этом мире именно для служения Всевышнему, и что Бог, Он один, Он единый, Он, значит, одно, одно целое, да, то нет ничего кроме Него. Потом, это, значит, вторая часть молитвы, вначале к этому нужно размяться, подготовиться, войти в это духовное состояние, как бы отстегнуться от материальности, потом Шма-Исраэль, это декларация, потом идет молитва, начинается, потом идет молитва, это ты становишься, и три первых благословения ты вспоминаешь о величии Всевышнего, прославление, потом идет, значит, 3 плюс 6, 12, 12 просьб, 12 просьб, и потом 3 благодарности, то есть молитва состоит в начале прославления, потом 12 просьб, и потом 3 благословения, это благодарность, вот так она состоит, это третья часть утренней молитвы, все называется молитва, как бы, да, разминка, Шма-Исраэль, молитва, и потом окончание, это молитва такая, «Алейну ли шабех ля адонаколь» «На нас возложено прославлять Господина всего мироздания». Это четвертая часть, я говорю, как бы, коротко, потому что там есть в каждой части, есть еще дополнительные разные такие, как, тексты, которые помогают эту часть, ну вот, правильно оформить в духовном плане, вот. Теперь, и вот это вот, то, что мы сейчас прочитаем в Торе, песнь, вот в сегодняшнем отрывке мы прочитаем песню, которую пропел Моше и Дне Исраэль, когда они выходили из моря, когда, помните, вчера мы дошли до того, что море раступилось, и они зашли в море и шли как по суше, а египтяне шли за ними. И вот перед рассветом, всю ночь они шли, значит, огненный столб, облачный столб, вокруг стоит стена, и есть очень, то есть, ну вот мы, как бы, когда мы говорим слово, вот они шли ночью по морю, и каждый вспоминает свои какие-то ночные посиделки на берегу моря, там, или там, возле речки кто сидел, и думает, что это было так, потому что слова, они каждому человеку передают, как бы, смысловое какое-то значение, которое поднимает у каждого из нас из долговременной памяти, из подсознания, соответствующие словам, картинки, картинки, и, когда я говорю, они шли через море, то у каждого слова моря всплывает разной, разной картинкой, потому что для одного моря это девятый вал Айвазовского, для другого моря это какой-то там штиль, полный штиль, для одного моря это приятные воспоминания, для другого моря могут быть совсем неприятные, если он тонул в море. Теперь шли ночью, у одного шли ночью, ну, шли ночью, ночь и шли, а для другого шли ночью, он, может, когда-то его ночью там, не дай бог, ограбили, и он ночью шли, ему сразу страшно становится, его тело сразу, как бы, реагирует. Поэтому, когда они шли, в общем, сейчас мы это разберем, как они шли, они шли сквозь море, и когда перед восходом солнца, значит, и начинается текст. Давайте по тексту чуть пройдем, но сегодня очень длинный отрывок, поэтому я хочу там на одной теме остановиться. Очень есть одна тема, моя прямо, можно сказать, одна из любимых тем, объясняющая, как вообще, как все устроено. Значит, начинается с того, что и сказал бог Моше, протяни руку на море, и вернутся воды на Египет, на всех их колесниц, всадников и войска. И протянул Моше руку, и вот эти стены, евреи уже вышли из моря на берег второй, значит, и стены наши рушатся на египтян. Значит, и начало все, здесь написано ВНР, бог, бог начал все трясти, то есть началась просто вот такая вот тряска, вся, вот представьте себе, вся реальность, все, что мы привыкли, оно стабильное, оно вдруг все начало плыть, все плывет, трясется и так далее. И, значит, воды вернулись на место, и покрыли они всех всадников и колесницы, и, значит, все войско-порок от фараона, которое гналось за ними, они оказались вдруг под водой. А евреи вне Исраэль шли по суше среди моря, и воды продолжали стоять, как стены над ними, да. Это есть вот сейчас, кто смотрел разные фильмы, такие боевики очень сейчас снимают просто вообще что-то фантастика какая-то, это Марвел студия там и так далее, когда они компьютерную графику, и вот прямо те, кто сегодня смотрят эти фильмы, они могут себе представить, как рушатся стены, как вода стоит, потом оно, тут вот обычно главный герой бежит, и за ним все рушится за его спиной. И тут точно так же, они проходили, и за ними стены рушились, вода возвращалась обратно, а они шли, выходили, и все стояло вот так вот твердо. И увидели, и спас, написано, Бог в этот день, Израиль из Рути Египта, и увидел Израиль, Египет умер на берегу моря. Значит, вот эта фраза, она такая, как, это код, потому что почему-то говорится в единственном числе, Израиль в единственном числе, Египет в единственном числе, спас Бог в этот день. Как это, что это значит, он спас в этот день? А десять казней, которые были до этого, год. А когда они выходили из Египта, Песах, это не было спасением? Вот здесь как раз, смотрите, весь этот мир, весь этот мир, он является проекцией, отражением духовного мира. Теперь вот идет человек, например, да, идет человек, смотрит в телефон, и тут, значит, кто-то его отталкивает, и он, значит, как бы отпрыгнул, и машина мимо проехала. Он спасся, он спасся, да, можно сказать, он спасся, вот его могла машина сбить, и, значит, и не сбила. А он дальше идет в этот телефон, смотрит. На следующем светофоре опять он проходит, смотрит телефон, опять его кто-то оттолкнул. Значит, он спасся, ну, в этот раз спасся. Но если он дальше идет с телефоном и в него смотрит, то в какой-то из разов его не оттолкнут. А в какой момент он спасется окончательно? В момент, когда он спрячет телефон и скажет, я больше не буду ходить по улицам с телефоном, а буду смотреть направо, налево, на светофор, буду внимательно смотреть, что вокруг происходит. Вот в этот момент, можно сказать, он спасся, потому что это и есть его настоящее спасение. Если, например, то есть этот мир, он как проекция того, что происходит в голове, например, у человека. И пока человек не изменит свои мысли, привычки, какие-то шаблоны мышления, то его жизнь постоянно будет воспроизводить одни и те же проблемы. Но когда он исправит внутри себя что-то, то тогда и наступит спасение. И вот здесь, как раз в этот момент, когда они вышли из моря, в этот момент и наступило настоящее спасение. То есть Митсраем в единственном числе, это некая сила, как ангел. Помните, они увидели Митсраем гониться за ними? Некий ангел на небе. Это сила материальности, которая сжирает вообще полностью человека. А в этот момент этот Митсраем, то есть их как бы власть, вот эта империя, она исчезла. Мы видим, что когда-то они строили эти пирамиды, то есть весь мир, они владели всем миром. На тот момент Египет был самая развитая страна мира. Потом она в запустении. Сейчас это более-менее страна такая, и то третий мир такой. А в свое время это была империя номер один. И вот в тот момент, который здесь описывается, сила этой империи рухнула, и начался новый виток в истории человечества. Новый виток в истории человечества, который продолжался какое-то время, потом опять. То есть происходит изменение на духовном плане, а потом они приходят в Нижний мир. И увидел Исраэль, и увидел тогда Исраэль. В этот момент они как бы увидели все, что происходило раньше. Они осознали в этот момент все, что с ними раньше происходило в Египте. И написано, «Испугался народ Бога». Что значит «испугался народ Бога»? На русском это «испугался». В Айру и рад шамаем трепет перед небесами. Вас трепетал. Когда они увидели все это величие, то есть им открылось в этот момент, открылось в этот момент, как все работает. То есть у них, вот вдруг у них все им стало ясно, все им стало ясно, все они увидели. Бог всесильный, все мироздание. Им, короче, открылась вся истина. В Айамину Башем в этот момент они поверили в Бога, об Моша Авдо, и в Моше его раба. То есть до этого момента были те, кто думали, например, были такие, которые в Бога не верили, верили в Моше. Они думали, ну он Моше этот лидер, колдун такой, он прямо вообще такой маг, он прямо все это делает Моше. Были такие, которые так думали. Были другие, которые думали, нет, это все Бог делает, а Моше, он как будто бы, он от Бога что-то получает, но он там много от себя добавляет, что Моше такой, примазался к Богу. Были такие. Были такие, которые думали, и Бога нет, и Моше примазался. Да, я как-то разговаривал с этим человеком, такой еврей, вот покойный вообще, очень странный, люди есть в своих верованиях, вот он был очень странный, да, такой, прямо, и он мне доказывал вообще, с пеной у рта, да я говорю, это самое, море раступилось, ветер дул, ветер дул, все, ветер подул, оно раступилось, бывает. а Аман падал 40 лет, да, это понятно же, это ветер нес пшеницу, значит, вот бывает ветер несет пшеницу, а это, все совпадение у него было, вот все, он доказывал, что все совпадение, я ему говорю, А зачем вы это доказываете, что все совпадение? Что, ну, смысл, какой смысл? Доказывать, что все совпадение? Ну, вы доказали, допустим, ладно. Вот вы доказали, все совпадение. И что? Он такой, ну, все, совпадение. И что? Значит, все случайно? Все случайно. Ну, все, значит, живи в случайности. То есть, человек, он живет в какой-то своей модели мира, которую он хочет доказать. Это значит, он хочет ее укрепить. И вот здесь написано, в тот момент, когда они выходили из моря, когда проявилось вот это божественное, вот в следующий раз такое будет, когда придет Машех. Написано, в этот момент станет Ашем Ихат, Ушмо Ихат. Бог един и имя его едино. Что это значит? Мы все поймем, что Бог один и имя его едино. И все это мироздание проявления Бога. А человек это душа, которая находится в теле. И мы все это не просто прочитаем в книжке, а мы все это вот увидим. Вот знаете, не просто увидим, а осознаем. И вот здесь они все это осознали, когда выходили из моря. И у них был такой трепет перед Богом, когда они увидели вот это вот. Знаете, бывает инсайт. Инсайт это когда что-то человек понял, осознал. Его иногда прям вау. Вот прям есть такое. Ну вот прям человек вау понял, да. Как этому Ньютону яблоко на голову упало. И он такой вау. Оно оказывается вообще есть этот закон северного тяготения. Оно падает. Как-то он что-то осознал в этот момент, да. Или там Менделеев проснулся, говорит, все, говорит, я понял таблица Менделеева. Вот она оказывается как устроена, да. Ему приснилась она под утро. А здесь они все вошли в состояние, в такое измененное состояние сознания. В этот момент у них включился трепет, страх перед Богом. Они увидели вообще, что все это Всевышний. Что и в Айамину Баашем, они поверили тогда в Бога. Уб и Муше Авдо и в Муше раба его, который ничего от себя не делает, а который просто является передатчиком, через который Бог с ними общается. Аз и тогда. Вот это начинается вот эта часть молитвы, которую каждое утро читают в утренней молитве, вот в первой части в Псукете Зимра, в отрывках воспевания, да, дословно. Аз и Ашир Муше Увнейс Роль, это Ашир Азот. И вот тогда запели Муше и сыны Израиля эту песню. «Ля дуйной» – «Для Бога». «Ваямру» – «И сказали они, значит, воспевать я буду Бога». «Ти го го осус», что поднял, поднял он. Дальше идет эта песня, идет песня воспевания. То есть они своими словами, мы пытаемся все время человеческими словами выразить свое восхищение и так далее. Но нету слов, чтобы описать величие Всевышнего. Но они пытались своими терминами, как конь, колесницу, он ты сбросил в море, да. То есть Азив, Зимрат, Я, значит, Оз – это такая сила, и воспевание Бога будут мне спасением. Значит, и вот тут я хочу на этом месте остановиться. Вот эту строчку мы сейчас разберем одну, да, потому что у нас урок заканчивается. А вы дальше дочитаете всю эту песню воспевания, где они своим языком, самыми возвышенными терминами того времени, которым они пользовались, они воспевают Всевышнего. Воспевают Всевышнего, значит, и, значит, мы не успеем всю эту песню прочитать и разобрать. Я хочу только вот глобально дойти до ее конца. Они воспели ее. В конце написано, «Бог будет царствовать навечно». Значит, будет царствовать навечно. Навечно они говорят, вот мы прошли через море, этот момент там навсегда запомнится. Все, теперь дальше написано. «И взяла Мириам пророчица, сестра Аарона, взяла она бубны в руки, и, значит, вышли женщины отдельно. И начали они с бубнами и, значит, с какими-то еще тупим барабанами». Да, представьте, бубны, барабаны. Вот это было очень красиво, наверное, это было. И начали они тоже петь Богу женский вариант вот этой же песни. Начали они петь. В общем, все, спели они эту песню. Главный, сейчас я вам скажу вот этот маленький кусочек один, мы прочитаем вместе, и я вам, это как кульминация этой песни, что с ними в этот момент было. Но я хочу до сегодняшнего, до конца отрывка дочитать. Спели они эту песню, поднялись они на кульминацию. И что было дальше? «Воисаму шеет Исраэль миямсуф». И отъехали они тогда, отошли они от этого моря, Ямсуф, это камышовое дословно море, Красное море. И вышли они в пустыню Шур. Вышли они в пустыню Шур. И шли они три дня по пустыне. И не было воды. Оп, все. Значит, поднялись они на самую-самую высокую ступень духовного поднятия. Написано, что самая последняя служанка, которая была среди народа, она была на ступени пророчества больше, чем самый высокий пророк, пророк Ехестель потом. То есть, их подняло, они видели, ну просто, они настолько поднялись в духовный мир. Все до единого, то есть, это было, как сказать, это было поднятие сверху. Всевышний их просто поднял до момента самых высоких пророков. И вот они поднялись, спели, увидели, осознали. Их включило вообще в такой момент духовного просветления, что, ну, даже невозможно это даже представить. Мы не можем, на каком моменте они были. И что? Потом они отошли от моря. Три дня нету воды. Нету воды. Пришли они в место в одно, их же миллионы, они подходят к этому месту. Там есть вода какая-то, начали ее пить и не могут. Она горькая вода. Горькая эта вода в этих источниках, речке, представляете, лужи какие-то там в источнике. И что они начали делать? И начали они жаловаться на Моше, говоря, что же мы будем пить. Значит, сразу народ поворачивается к Моше, который их только вывел, лидер. Они поверили, что в Бога и Моше его раба. И сразу они к нему чуть плохо. Ну, и что будем пить? Начали жаловаться. Войца Каляше. И он начал кричать Богу опять, что же такое вообще? Ну, я же... Бог его послал. Но все время у него какие-то неувязки с народом, да? И он, значит, начал кричать Богу молиться Моше. И Бог ему показал дерево. Специальное дерево. И он послал... Это дерево надо было кинуть в воду. И вода становилась сладкой, исправлялась. И с горькой становилась сладкой. Значит, и это было испытание им, да? Вот смотрите. Если человеку Всевышний делает добро, 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 а потом что-то человеку не нравится, да? Какая-то проблема. И в этот момент человек говорит Богу, что ж ты делаешь-то, да? Ты ошибся, наверное. Это не мне должна была быть проблема. Это ты, наверное, что-то перепутал. Бог, слушай, за что мне? Что это вообще? Может, тебя нету? Раз мне плохо, так, наверное, тебя нету. Кто виноват в том, что у меня проблема? Наверное, он виноват или он виноват. Вот это сразу было им испытание. Теперь, если ты только что получал от Бога добро, 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 а теперь тебе что-то не нравится, какой есть вариант? Есть вариант сказать, что Бог сделал тебе зло. Но почему он должен тебе делать зло, если он всегда делал тебе добро? Значит, то, что тебе не нравится, может быть, это тоже добро. Может быть, это то добро, которое как боль. У человека начинает что-то болеть, а он в этот момент что? Он может злиться, а может принять сигнал, сказать, что-то видно, надо чинить, надо чинить что-то. Спасибо Всевышний, что показал мне, что мне что-то надо чинить. Теперь из-за этой боли я пойду к врачу, проверюсь, вылечусь, а можно глубже копнуть. А вообще, почему эта боль пришла? Что-то, может быть, я где-то не туда зашел, не так сделал, не так сказал. Может, мне надо что-то исправить себе? Значит, вот здесь это Бог их сразу испытал. И сказал Бог им так. Вот, вот ответ. И сказал, Если будешь слушаться, слушаться ты голоса Бога Всесильного твоего, и прямое в глазах его, в глазах Бога сделаешь, будешь слышать ты его заповеди, и будешь сохранять все его постановления, Все болезни, которые были в Египте, поставлю я на тебя, потому что я Бог, целитель твой. Вот это была вся вот эта история с водой, она была именно для этих слов, потому что если будешь слушаться Бога, и будешь делать все, что Бог тебе сказал, то никакой болезни, которая была в Египте, я на тебя не нашлю. Значит, киани, потому что я Бог, целитель твой. Вот, вот так. Теперь вернемся к отрывку, которую я хотел вот сегодня разобрать из песни. Это очень важный отрывок. Да, две минуты у нас есть. Значит, смотрите. Отрывок звучит так. Ази, это самое начало. Значит, сила, значит, сила и песня Бога будут мне спасением. Зейли, это Бог мой. Вот, вот на эти слова, говорят комментаторы, они прям, для них Бог открылся, что они, как будто бы человек пальцем показывает, и говорит, это Бог мой. То есть, и говорит Рашид, что последняя служанка видела больше про Бога, чем пророк Ехестель. То есть, пророк Ехестель, есть известное его пророчество, называется Маосе Меркова. Это верх Кабалы, как устроена вот этот вот в духовном мире Меркова, это колесница, как Всевышний управляет мирозданием. И есть Маосе Берешид тоже. Это дело, как сотворение, да, как Всевышний сотворял мироздание, как сотворял миры, как вообще вся эта система была сотворена, и как она управляется. Это две самых таких вот высоких-высоких знания, до которого может человек дойти своим восприятием Всевышнего. Это тоже не Бог, это его как бы первичные проявления. И они, когда они проходили сквозь море, они говорили, они все это увидели. И вот тут потом идут загадочные слова. Вэнвэу. И я его, то есть слово анвэу, оно, вы говорите же, все как коды такие, да, корни, трехбуквенные корни, которые, которые эти корни слов, они показывают сущность слов и процессов. И вот этот вот глагол анвэу, там есть вот этот корень, энвэ, нун, вав. Две всего буквы, а не три. Поэтому это показывает, что здесь что-то скрыто, да, и они говорят, это Бог мой, ванвэу. Значит, есть эти две буквы в корне Ной. Ной это красота. Значит, тогда это звучит так, это Бог мой, и я сделаю его красивым. То есть я буду служение Богу делать красивым. Поэтому все, кто на это обращают внимание, они украшают синагоги, они покупают красивые тфилины, вот мой друг Давид Ройтман, он сделал целую систему вокруг этого, красивые предметы иуда эти, да, служения Богу. То есть, почему? Они проходили, когда увидели Бога, сказали, это Бог мой, и я сделаю его красивым, да, надо служить красиво. Были такие мудрецы, которые перед молитвой одевали свои самые красивые одежды и молились в самой красивой одежде. Другие говорят, нет, этот же корень, есть такое слово, Маон, Маон это жилище, прибежище. И они, когда увидели Бога, они говорят, это Бог, и я, это мое прибежище, убежище мое. То есть, они говорят, так я же не здесь, оказывается, вот это тело мое, это не я, это тело мое, это как скафандр для моей души, а душа-то моя, это часть Бога, значит, это Бог мой, и я, значит, он же мое, вот же мое пристанище, я же не здесь, я там, это говорят, второе значение этого слова. Третье значение, мне больше всего оно нравится, это, значит, я видел в книге Алай Шур, эта книга называется, он говорит, это не вообще не глагол, это сокращение, это сокращение, код, сокращение от слов они, в, у, значит, я и он, если взять вместе, сократить, вот я и он, значит, и вместе слово получится, анвэу, они вэу, я и он, и они, когда Бога увидели, они говорят, зэк и ли, это Бог мой, ванвэу, это я и он, это одно целое, то есть, они увидели, что Бог в этом мире, он проявляется в каждом из нас, и они говорят, вау, это они вэу, я и он, это одно целое, это их полностью тогда, в этот момент, это и было их настоящим таким прорывом в осознании, кто такой Всевышний, элуэ, и он еще Бог моего Отца, варам и мену, и я его должен поднять, то есть, я должен поднять в себе вот эту божественную свою часть, и они увидели вот эту свою связь с Богом, и на этом я хочу сегодняшний урок остановить, что действительно, есть у каждого из нас связь со Всевышним, огромная, на духовном уровне, и, может быть, слава Богу, что не у всех она проявлена, и не каждый это осознает, потому что иначе люди, как люди до потопа, они использовали эту свою божественную связь, божественную силу менять мир, и шли против Бога, то есть, Бог, он, вот эта божественная душа, она входит в человека, и дальше человек своим выбором направляет, или соединяется с Богом, и поднимает себя на божественный уровень, или наоборот, он начинает разрушать мир, это выбор человека, момент, когда он осознает свою, вот эту божественную силу творчества, создания, сотворения, кто-то рушит мир, кто-то его создает, кто-то лечит людей, кто-то их убивает, кто-то создает лекарства, кто-то создает яды, понятно, да, поэтому, значит, но, а кто-то вообще об этом не думает, кто-то вообще просто, он живет себе, поели, поспали, можно и поесть, нет, поели, можно и поспать, поспали, можно и поесть, все, значит, всем я желаю, чтобы мы осознали свою божественную силу, направили ее на служение Всевышнему, Всевышний дал нам для этого много ресурсов, здоровья, благополучия, деньги, чтобы мы именно направляли эту божественную силу на шалом, мир, шалом внутри, шалом с близкими, шалом со Всевышним, и всегда знали, что все от Всевышнего, и хорошо, когда от Всевышнего, и плохо тоже от Всевышнего, и это плохо, нам только кажется, что это плохо, на самом деле это хорошо, потому что от Всевышнего не выходит зла, а только он дает нам иногда знати, или мы сами можем преобразовывать его божественную силу, что-то, что потом приносит нам, нам же самим неприятности, поэтому разберемся, как правильно жить, будем делать правильные вещи, И как Всевышний сказал, что никакую болезнь он на нас тогда не пошлет, потому что я Бог, Рафеха, он сказал, я Бог, целитель твой. Все, всем удачи, успехов. Сегодня я хотел очень, значит, помолиться, был в последний мир, очень многим людям помог, Ашер Бен Шендл, чтобы была ему Рифа Ашлема, Рифа Атанефиш, Рифа Атагуф, чтобы полное ему было выздоровление, чтобы он дальше продолжал помогать людям. Все, удачи, успехов, до завтра. До завтра. Продолжение следует...